Здравствуйте, дорогие ребята! Рада приветствовать вас на уроке русского языка по теме «Второстепенные члены предложения. Вопросы к членам предложения. Обитатели водоемов». Сегодня ты узнаешь, какие члены предложения называются второстепенными, какую роль в предложении они выполняют. Открываем тетради, записываем число. Классная работа! На прошлом уроке мы записывали с вами русскую народную поговорку «Чувствовать себя, как рыба в воде». Давайте с вами вспомним, что она обозначает. Вести, чувствовать себя уверенно и легко. Сегодня на уроке мы запишем с вами казахскую народную пословицу, значение которой аналогично данной. Вести, чувствовать себя уверенно и легко. Звучит пословица так. Лягушка на болоте – царь, рыба – царь в воде, джигит в родимой стороне. Соблюдая каллиграфический и орфографический режим, запишите пословицу себе в тетрадь. А сейчас сравним предложение. Дельфины дышат. Дельфины дышат не жабрами, а воздухом. В каком предложении содержится более полная информация? Правильно. Во втором предложении дельфины дышат не жабрами, а воздухом. Они живут в море. Они никогда не покидают просторы моря. В каком предложении содержится более полная информация? Правильно. В предложении справа содержится более полная информация. Какой вывод можно сделать? Давайте вспомним с прошлого урока, что такое второстепенные члены предложения. Второстепенными членами предложения называются все члены предложения, кроме подлежащего и сказуемого. Второстепенные члены поясняют главные члены предложения или другие второстепенные члены. Например, солнечный луч заглянул в окно. Луч какой? Солнечный. Заглянул куда? В окно. Солнечный и в окно – это второстепенные члены предложения. Второстепенные члены предложения обозначают предмет, признак предмета, место, время, образ действия. Отвечают на вопросы предметы косвенных падежей, все кроме именительного падежа. Например, нет чего, карасей. Подчеркиваем пунктирной линией. Признак предмета отвечает на вопрос какой, чей. Например, какой водный? Подчеркиваем волнистой линией. Место, время, образ действия отвечают на вопросы где, куда, откуда, как и другие. Например, где в реке? Подчеркиваем пунктиром с точкой. Давайте выполним с вами задание. Необходимо собрать предложение, расставляя слова согласно вопросам. Первое предложение – кто, что сделал, о ком. Второе предложение – какой, кто, что сделал, кого. Третье предложение – кто, как, что сделали, чему, кого. Подумайте, ребята, попробуйте собрать предложение. Давайте проверим, что у вас получилось. Кто, мальчик, что сделал, рассказал, о ком, о дельфине. Мальчик рассказал о дельфине. Второстепенный член предложения – о ком, о дельфине. Подчеркиваем пунктирной линией. Второе предложение. Какой, добрый, кто, дельфин, что сделал, спас, кого, мальчика. Добрый дельфин спас мальчика. Определим второстепенные члены предложения. Дельфин какой, добрый, подчеркиваем волнистой линией. Спас кого, мальчика, подчеркиваем пунктирной линией. Третье предложение. Кто, ребята, как, сильно, что сделали, удивились, чему, рассказу, кого, мальчика. Ребята, сильно удивились, рассказу, мальчика. Давайте определим второстепенные члены предложения. Удивились, чему, рассказу, рассказу, кого, мальчика. Подчеркиваем пунктирной линией. Удивились, как, сильно, подчеркиваем пунктиром с точкой. Давайте выполним с вами задание. Упражнение 7 на странице 30. Необходимо составить предложение, используя слова для справок. Записать их, вставляя пропущенные буквы. Определить падеж имен существителя. Первое предложение. Мальчик рассказал о ком. Смотрим слова для справок. О ком, о дельфине. Необходимо записать это предложение, вставляя пропущенные буквы. Первое слово. Мальчик. Вставляем пропущенный в мягкий знак. Выделяем орфограмму. Рассказал. Безударное гласное. Чтобы проверить безударную гласную в корне слова, необходимо подобрать проверочное слово так, чтобы безударное гласное стало ударным. Рассказ. Значит, вставляем букву А. Выделяем орфограмму. О дельфине. Необходимо определить падеж имен существительных. Мальчик. Кто? Именительный падеж. О ком? О дельфине. Предложный падеж. Далее нужно подчеркнуть главные члены предложения. Существительное в именительном падеже – это подлежащее. Мальчик что сделал? Рассказал. Это сказуемое. Подчеркиваем двумя чертами. Найти слова, которые отвечают на вопросы косвенных падежей. На вопрос косвенного падежа у нас отвечает о дельфине. О ком? О дельфине. Подчеркиваем прерывистой линией. По такому примеру выполните далее упражнение. При необходимости можете поставить видео на паузу. А сейчас мы будем учиться определению связи слов-предложений. На примере предложения «огромные киты имеют обтекаемое тело». Для этого нам необходимо запомнить с вами алгоритм. Первое. Определить грамматическую основу предложения. Подлежащее и сказуемое. Кто? Киты – это подлежащее. Что делают? Имеют – это сказуемое. Второе. Определить слово, которому можно задать вопрос от подлежащего. Киты – это подлежащего. Киты – это подлежащего. Огромные. Определить слово, которому можно задать вопрос от сказуемого. Имеют что – тело. И четвертое. Определить слово, которому можно задать вопрос от других второстепенных членов. Тело какое – обтекаемое. На этом примере мы видим, что все слова связаны между собой по смыслу и грамматически. А сейчас письменно выполните упражнение 8 на странице 30. Но сначала обратите внимание на словарное слово «планета». Пишется через букву «А», ударение падает на второй слог. Прочитайте текст, определите тему и основную мысль текста. Спешите. Вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки. По образцу подчеркните грамматическую основу выделенных предложений. Используя алгоритм, покажите стрелками связь слов в этих предложениях. При необходимости поставьте видео на паузу. А сейчас давайте подведем итоги урока. Итак, второстепенными членами предложения называются все члены предложения, кроме подлежащего исказуемого. Второстепенные члены поясняют главные члены предложения или другие второстепенные члены. Для определения связи слов в предложении нужно первое – определить грамматическую основу предложения. Молодцы, ребята! Оцените свою работу на уроке. Если у вас все получилось, вы большие молодцы! Здорово! Если были трудности, допускали ошибки, можно провести работу над ошибками, просмотрев еще раз видео. Если же требуется помощь, необходимо обратиться к вашему учителю. Спасибо за урок, ребята! До новых встреч!